Субтитры сделал DimaTorzok 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 который в начале «Доной» стал локантом и культом среди скинхедов. У нас, мне кажется, именно из-за того, что они живы, и они менее понимают. И потом мы читаем форумы «Лойда и скинхедов». Они очень недовольны фамилиями тех людей, которые сделали этот фильм. Поэтому есть уже некое их негативное к этому отношение. Мало того, они считают, что мы, наоборот, привезли в уровень движения, что они там плованы, что никто так уже не одевается, потому что, в общем, правда, процесс некий пяти-семилетний сжали на истории нескольких недель. Поэтому у меня таких опасений нет. Я не считаю, что его можно использовать в качестве пропаганды. Тем более, что есть реальные убийства. И человек, который не считает убийство греховным, и допускает это на себя, с ним не разговаривать уже не о чем. А те, кто задумывается, хотя бы над фактом, что кто-то пытается добиться счастья, поступающий из чужих людей, может быть, когда и не будет наша победа. Я думаю, что они счастье не добиваются. Ну как, это радикальная агрессия подростковая, но которая продиктована в том числе мотивацией изменить мир к лучшему. То есть им кажется, что кто-то живет лучше, если кого-то изгнать, убить. Может быть, уголоты — это просто оправдание. Кто-то об этом вообще не думает. Леша расходил, по-моему. А не внутренне нельзя. Я думаю, что вообще среди этих людей... Вообще, Леша, извините, Леша, мне кажется, имел в виду, опасался за именно вот тинейджеров, именно за ту категорию, за тех людей, да, Леша? Я так правильно поняла, да? Вы правильно говорите. Те, у кого здесь нет, значит, его это... Не, просто нет, ну, это поймали. А те, которые еще вот трепетишки... Что можно увлечься завтра, особенно если там страдал... Есть там есть, даже я, мастер-человечка, который очень далек от этих настроений, но я понимала, что вот эта вот сочность, о которой Леша говорит, она завораживает в какой-то момент. Причем-то сочность берется от качества того, как сделано. Есть такая уже стандартизированная история, я очень часто слышу такие сказания, что вот мы-то все поняли, мы-то все читаем правильно, мы знаем, что это антифашистское кино, и с нашей точки зрения все акценты расставлены, и все сделано грамотно. Но они не поймут. Вот это вечное, они не поймут, мне кажется, это неправильно. Мы не должны зрителям, что это было. Тогда они не будут выгодны. Спасибо. Начнем с часы информационного, пускай, не знаю, кто, кто, просто, может, расскажет, когда тот самый документальный оснаст, какие материалы не поднимались, то было бы интересно. в двух словах, если заскучаете, вы не останавливаете. Интересно. Все лежит в открытом доступе, в интернете, в Яндекс, в Ютубе вбиваются определенные слова, начиная с банального с пинг-хэд, заканчивая всякие цифры буквенными обозначениями, и можно найти самые разные материалы, роликов очень много, на которых я, собственно, основываюсь, которые некоторые буквально цитировали, и визуально, и смыслово. Больше всего, конечно, формат 17 сетей сетей, и оценки вечно. И шуточные, и серьезные, и под документ, и документы, инструкции, полученные террору. Это, как говорил, и гонархист, которая тогда-то была популярна, но только намного жестче, и именно рассказ про то, как убивать, как уже выбрать, как уйти от засады, как конспирироваться, как наспироваться, как организовать засаду, патруль и так далее. И переписка пользовалась в том числе взломанными почтовыми ящиками и сайтами, и блогами, которые взломали антифашисты и выложили это все в сети. Очень-очень много информации существует абсолютно открыто. Очень много нацистских сайтов. Одни закрываются, другие открываются. Несколько интернет-магазинов есть, которые всю атрибутику нужную продают. Нам из Краснодара по почте присылали флаги, еще что-то такое. Не использовали в фильме практически, но сам факт, мы проверили работать. Музыка купили на горбушке, продается в большом количестве. Там же книги, книги везде вообще продаются. Вот недавно зашел книжный, совершенно обычный. Там целая полка посвящена русскому национализму, то есть там без словословия в адрес Гитлера и Майнкамфа нет, но совершенно определенная направленность. Поэтому это на самом деле очень рядом, очень доступно. И цитат у нас очень много. А мы могли бы снять такой фильм про антифа? Точно про эту технологию? Вы знаете, второй фильм про эту технологию вообще не очень интересно снимать. Ну, вы знаете, это что-то уже... Про антифа, могу сказать, у нас был закрытый показ, мы пригласили человека... Нет, вот такое, что бы, вот можете представить, что бы получилось, если бы по этой технологии точно достичь был фильм про антифа? Они очень похожи. Вот то, что я успел заметить. Многие из них бывшие... Ну, то есть они делятся... В мире это разделение явствами и больше разных скинхедов. У нас в основном скинхеды это все нацисты, и так это общество воспринимается. Хотя это не совсем так. Есть красные скинхеды, скинхеды антифашисты, шарпы, реды, всякие, различаются цветом шнурков и так далее. И вот к нам краснозакрытый показ приходили скинхеды антифашисты. Они выглядели намного больше скинхедами, чем те скинхеды нацисты, которые убивают дворников. И, к сожалению, есть какие-то хакеры, которые умные, продвинутые леваки, а вот эти ребята выглядели, в общем, достаточно маргинально. У меня вопрос. Я не очень понимаю тогда вопрос. Ну, потому что вы имеете дело в данном случае с недельной реальностью. Да? То есть вот ваш материал, это, знаете, как недавно один школьник, писавший сочинение, отличавший по поводу на курс православной культуры, вопрос о том, где находится София. Храм Софии, приводится в Википедии. Был прав. Он точно соответствует вашей технологии, да? Ну и храм с детьми находится в Википедии. Это кино про то, как существует некий сюжет, условно называемый, в интернете, на Ютубе. Но потом происходит такой пультик, что как бы утверждается, что это про жизнь, а не про Ютуб? Ну, то, что происходит в интернете, происходит и в жизни. Поэтому, мне кажется, что храм Святой Софии находится в Википедии. Для медийщика, то есть для человека, который, кстати, работает в визуальной сфере, это не обсуждение о ничем и наивном. Возможно, но жизнь, она достаточно наивна, мне кажется. И то, что... Ну, по-моему, скажем. Ну, я медийщик, даже с небольшим стажем, я в журналистике достаточно много работал. И в этом смысле может быть просто Ютуб гораздо более откровенное средство массовой информации, чем телевидение, потому что в своих роликах эти скинхеды намного более откровенные, даже чем они сами это предполагают. Потому что они не умеют... Более медийные, чем телевидение? Как раз может быть менее медийные, потому что они не умеют какие-то вещи скрывать. Или когда они пишут, они пишут с такими грамматическими ошибками, которые выдают их культуру. Это очень сильное суждение настоящей медийцей, это рометическое. Мне кажется, что достигли успехов. Мне кажется, в этом достигли успехов наше телевидение. Перед тем, как вы начнете, Павел, а вот вы не пробовали, допустим, познакомиться, как-то пообщаться с живыми. Или они есть вообще? Они есть, их очень много, да. У нас просто различные оценки существуют, потому что например, правоохранительные органы считают, что футбольные хулиганы просто хулиганы. Многие эксперты справедливо полагают, что среди футбольных хулиганов большая часть людей правоориентированных, и среди них очень большая часть радикально правоориентированных, то есть буквально националистов, дальше, соответственно, нацистов, расистов и так далее. Поэтому оценки колеблются от десятка, ну, от десятка тысяч до нескольких десятков тысяч именно скинхедов, хотя это субкультура националистов разных мастей, конечно, намного больше. Что касается реальных, я общался где-то в 93-м, 94-м, и у каждого были практически такие встречи, я думаю. В кино много бывших работает, их нетрудно вычислить, если вы знаете, как это сделать. А мы провели эксперимент, мы встретились с представителем рядового, с таким солдатом этой войны, а не офицером, который не мог произнести слово «майн кампф», не запинаясь, и явно не читал. И мы на нем проверили, насколько мы правильно понимаем. Казалось, что действительно все так, как мы себе это представляем. Погружаться специально в подполье, я не видел необходимости. Вот, мало того, они как раз, когда, вот почему они в роликах более откровенны, чем в жизни, потому что в жизни как раз они пытаются из себя что-то представить. А когда они наоборот намеренно это представляют визуально, то они раскрывают то, что не хотели бы раскрывать. Забавный был случай, мы одежду покупали в магазине, где многие отовариваются скинхеды. И там продавец был такой колоритный молодой человек, который сказал, ну что, про скинхедов снимаете кино, да, опять клоунов из нас делаете. Да никто же так не ходит уже, все же одеваются скрытно, на палеве никто не ходит, а сам при этом стоял, у него руки были забиты нацистскими рунгами от кистей и до плечей. поэтому... А вы хорошо сейчас на... в курилке сказали, что... даже обиделись скинхеды в интернете уже появилось о том, что, так сказать, вы их представили клоунами, у них негативная реакция, и фамилии авторов им не нравятся. Ну, они обиделись пока на то, что они не видели, то есть, надо подождать, пока они увидят. Но уже реакция пошла, да? Ну, реакция вот на плакат, на фамилии, но их интересует, потому что... Я знаю, было несколько сериалов на эту тему, но там откровенно это была как бы функция, а не... а не правда, даже минимальная какая-то. Поэтому им, с одной стороны, лестно внимание, с другой стороны, конечно, они хотели бы, чтобы какой-то человек из их среды снял про них фильм. Естественно, они были бы героями. Есть сайт фильма, на него приходят письма. Одно письмо, например, было такое. Здравствуйте, меня зовут Андрей, мне 18 лет, я в движении 3 года. Скажите, как вы нас представляете? Очень хотелось бы, чтобы люди узнали больше о наших целях. Нам кажется, что... Очень наивное такое письмо. Человек думал, что, может быть, действительно сделали пропагандистский фильм, очень рассчитывал на это. Вы знаете, Павел, вот я закончу. Вот вы сказали, что вы пообщались с одним человеком, но вот наука, это, конечно, не искусство, искусство имеет право как-то обучать, но чтобы сделать малейший вывод, допустим, психологии, нужно опросить минимум 100 человек, чтобы в валидном тест был опрос. Вы знаете, смотря какой тест, иногда и 100 человек не валидная панель, я немножко социология тоже знаком. В этом смысле социология нам бы не помогла абсолютно. А я имею в виду психологию. При 50 схватило бы человек. Мне кажется, для психологии мы не социологическую цель преследовали, а общественную и художественную. И с точки зрения психологии персонажей можно было вообще с ними не знакомиться, поскольку и режиссер, и актер, и сценарист, и оператор, каждый по-своему должен быть психологом, и у них должны быть уже наработки. В этом смысле скинхэб такие же люди, как и все остальные, они также делятся на определенные типажи. Просто на эти типажи накладывается определенная идеология, но они ничем не отличаются от других людей. Поэтому все человеческие взаимоотношения выстраивались просто с поправкой на какую-то радикальную агрессию, на программу саморазрушения заложенную, а так это отношения между людьми. В компании есть лидеры, у него есть обязательно шестерка, жертва, есть какой-то человек, который налетит, что претендует. Есть худой, есть толстый. Для этого не обязательно было опрашивать весь адский метод. Скажите, Павел, как по вашим ощущениям, кто и зачем патронирует этих людей в спецслужбах, в наших главных структурах, в спецслужбах и не создают свои неспециальные. Вы знаете, очень сложный вопрос, на который мне тоже хотелось бы получить ответ. Я точно знаю, что патронаж есть, поскольку даже по тем же роликам, которые, как я уже говорил, мне кажется, более откровенные, даже чем они хотели бы быть, видно, что они тренируются на каких-то явно военных или милицейских базах. Они в форме, им кто-то дал данистрельное оружие. Это может быть на разном уровне курируется. Может быть, это начальник этой базы, может, их с черного хода пустил какой-то знакомый. непонятно. Вот на этот вопрос хотелось бы получить ответ. Опять же, понятно, что есть какие-то бюджеты, которые выделяются организациям. Мне подарили книжку, которую сделала Галина Кожевникова из САВЫ. Знаете, кто это? Этих организаций очень много. Я большинство названий знал, подчеркнул несколько новых. Они же на какие-то деньги существуют. Есть какие-то православные и националистические предприниматели сочувствующие, но не факт, что это только их бюджеты. Поэтому такой вопрос хотелось бы фильмом поставить. В этом смысле я не решал журналистскую задачу, потому что когда бы нужно было журналистское расследование. Нет, понятно, это не двигается вопрос. Просто, может быть, все у того, что вы этим занимаетесь, будет много классифика информации. Вы знаете, есть слухи, слухи обсуждать не хочется, хочется обсуждать факты. Факт в том, что поддержка есть. На каком уровне? Это очень хотелось бы выяснить. Но это не факт. То, что вы видели ролик, это не факт. Это не серьезно. Почему не серьезно? Ну, потому что не серьезно. Мало ли кто на какой базе действительно впустил задний выход. Но это же поддержка. Но это не смешное утверждение. Если для личного разговора, то да. Если разговор ответственный для справедения с газетой, это очень смешно. Не потому, что я так люблю власть и хочу ее отмазать. А потому, что мне просто нет какого ужаса. Вы знаете, а меня ужасает то, что вас не ужасает, то, что бегают люди с автоматами, с боевыми патронами по полосе препятствий. Они бегают в Владивостоке, они бегают на Урале. Посмотрите YouTube. Посмотрите. Ну, надо разбираться, почему они там бегают. Это совершенно не говорит о том, что это с властью связано. Понимаете? Это не говорит об этом. Мы сами сказали, что, может быть, какой-то охранник впустил. Это смешно. Если мы говорим для личного разговора, пожалуйста, а если для газетной публикации, это смешно. Опять, я совершенно небольшой поклонник власти. Этот охранник, ну, это не охранник, это как минимум человек, который служит в вороте охраны. Скорее всего, нет. Потому что... Но какое-то отношение имеет к власти. Вот Юрий Михайлович задал вопрос, связано это с властью или нет. Очень простое. Вам как эксперту, а вы показываете неэкспертность ответа, вот и все. А я считаю, что вы не воспринимаете угрозу просто, потому что человек, который в погонах, это власть. Я воспринимаю другую власть. Это исполнительная власть. Да, если у меня есть погоны, если я работаю на государство... Что мы сейчас... Что мы сделаем, да, вот это вопрос. Повторять всю словесно сказанную филипку не бессмысленно, но ты вот только что видишь. Нет, я говорю о другом. Меня спрашивает, власть причастна к этому или нет. Я говорю, да. В данном случае вас не интервинирует, поэтому это... Или вы... Я спрашиваю... Меня спрашивают, и я говорю в тот момент, пока меня не прерывается. Хорошо. Пора выделить что-то. Что вы здесь делаете? Объявляйте. Вы знаете, что... Я, как хозяйка этого кабинета, приношу извинения, что у нас не было человеческого начала. Во-первых, ребята сделали фильм. Краться за такую тему это поступок. Потому что она очень чувствительна, она очень болезненная. И два вопроса сейчас, которые... Получился ли художественный фильм, случился, он действительно случился. Здесь, словно говоря, группа экспертов считает, что это некая публицистическая работа, сделанная каким-то законом, что так в художественной фильме-то не состоялся. Другая часть, в том числе и коллега Валерий Китчин, считает, что это молодое, серьезное кино. В смысле? Художественное... Можно одну реманку сделаю? Художественное не вижу смысла обсуждать, потому что... Ну, как бы, зачем? Да. Значит, это очень больное тема, сделанное... Возможно, мы не поверили ни закона жанра еще, ни закона смысла, но что это больно, и здесь не должны быть ни адвокатов, ни прокуроров, ни у власти, допустим, ни у Скинхедов. Вы врубились в такую кровавую проблему, сколько вы верили в Эброду или не верили, но почему нам нужна вот эта убитая таджинско-цыганская девочка в Питере на площади, вот, девятю леденых человек, и чтобы мы потом понимали, каким языком говорит сообщество. Возможно, для меня вот такой вопрос. Если он пройдет по широкому экрану, у меня все время до какого-то, до какого-то, до финала. Есть вопрос в нашей профессии, когда у нас мы коллеги были по известиям. Любой работик нашей профессиональной про что и чтобы что. Принял Сергей Иванович, который вносит вторую часть журнала, он всегда задает один вопрос экспертный, про что. Второй вопрос, чтобы что. Мне вот все время этот вопрос, когда я смотрела про что и чтобы что, я понимала. Если, что может отличить общество? Чувство страха, да? Вот страшно, чтобы это не повторилось. Чувство ненависти, что вызывает? Глазами Роберта смотреть, глазами, условно говоря, человека не Иванова, не Петрова, не Синтонова. Я вот думаю, по итогам этого чувства ужаса, чувства вот лечит катарсию. Чем я должна вылечиться из этого фильма? С ненавистью, страхом. Что это черта, за которую мы пойдем все. что фильм не должен лечить. Он призван поговорить. Предупреждает. Ну что-то еще. Он призван открыть дискуссию. Что, собственно, и происходит, чем я, например, мы очень рады. Создать информационный повод. Создать информационный повод. Сейчас он не в документальной, не в художественной, не в документальной манере, а в манере такого рыночного пиара. Создать информационный повод и его дальше так сказать, шаг за шагом раскручиваем, заодно, кстати сказать, продвигая и фильмы. представить философ и культуролог и доктор наукосу поведение все остальное человек большим независимым суждением, всегда его точка зрения много значит, а что ваш хорошо сыгравший коллега говорит по этому поводу, мы ушли из жизни, пришли в жизнь, отказались от жизни, или это, так сказать, имитация жизни, уже это вот конечко. Вы в нашем фильме? Нет, почему? Имитация жизни, вообще кино в каком-то смысле, имитация жизни, здесь стояла такая задача, главным образом не заниматься агитками, антиагитками, а все-таки, чтобы это было максимально приближено к какому-то своему ощущению жизни, и чтобы это соответствовало какому-то камертону, это очень важно сейчас, если говорить, но это опять же сейчас может идти на художественную, какие-то моменты, о которых я здесь не буду обсуждать, вот, и в данном случае, в данном случае, это очень важный руководящий момент был, все-таки быть довольно близким, близким и к своим персонажам, и к той истории, и, собственно, относительно к жизни, вот, потому что человеческая история, там, для меня, как для исполнителя, вот, так же, как я смею вас заверить, для всех актеров, которые принимали в этом участие, прежде всего, кроме идеологических каких-то наших соображений, это для всех была важна человеческая история, и это самая главная история, которая может волновать нас всех. — Скажите, пожалуйста, а вот вы себя к какой актерской школе относите? — В каком смысле? — Ну, в смысле, вот, работа, так сказать, жизненным материалом. — Его только... — Говоря в терминах, да неважно, неважно, все равно есть всегда какие-то тяготели, да? — Похоже, что вот вы... — А вы из какой школы? — Нет, нет, нет. — Мы этим видим на... — Говоря в терминах, то есть наступление, а как вы нажимали этот материал? — Ну, я... — С Роднянской... — Заходи, мы как раз вспоминаем, как Роднянский нашел этот парень. — Я пришла спрашиваю, попробоваться, потому что мы с ним разговаривали. — Я из Чеченкинского театра училища теперь-то институт, собственно, который мне очень помог, и вообще, если честно, я считаю, что, ну, для меня это первая работа, ну, может быть, вторая, в которой вся школа, собственно, мне помогла, и где как раз была она необходима, потому что я человек-отельвики, как бы, и мне уважен. — Это был период очень подготовки и всех историй, которые мне угодно от нас учили. — Ну, вот так, а по-актерски, так сказать, как вы с миром, внутренним миром такого человека, так сказать, знакомились? Ну, как герои имеются? — Ну, как... — Не по Ютубу еще? — Нет, не по Ютубу, безусловно, как бы, безусловно, у каждого у нас есть свой человеческий какой-то опыт, свой национальный опыт, генетический опыт, все это как-то вместе просто... — Моя задача в этой профессии все это систематизировать себе, накапливать, в общем, удавать видеть вот каких-то персонажей, которые, на мой взгляд, должны отвечать каким-то вот внутренним соображениям. — Ну, безусловно, что, я не буду рассказать всех деталей, но тут важно было и понимание, тут важно было и наблюдение, тут важно было и какой-то из... — Багаж, как это называется, вот, это все первостепенное значение имелось. — Ну и... — Извините, Важен, а можно я спрошу? — Да. — Я так понимаю, что у вас, примерно, в один период жизни вы играли в «Витаемом острове», да? — Ну, в районе будет и разные все-таки. — Все-таки разные. — Сначала был «Витаемом остров», потом прошло какое-то довольно... — Мне просто интересно, как эти два персонажа из двух таких, в общем, тоже неоднозначных, потому что «Витаемом остров» — это же не просто там, не знаю, полупасть, — это же картина тоже со своим, кто сказал, очень сильно. — Ну, как эти два героя у вас жили, мне интересно, у вас они как-то... — Сначала... — Сначала... — Сначала жил один, потом он умер, потом... — Жил другой, потом он тоже умер. — Шоу по миру. — Да. — Нет, ну, на самом деле, это при том, что все соотносят точно этих персонажей, вот, просто там соотношение идет по «Витаемому монстрову» — только в первую часть, — больше, действительно, так вот сейчас, вот здесь вторая часть, там как раз максимально... — Вот, все как раз там человеческая история, опять же, и все это... — Ребята были одеты, соответственно, в одежду, и мы столкнулись с милиционерами. Это были, правда, солдаты срочной службы, но они были одеты в форму ВВ, в милицейскую форму, с бинками, их было примерно столько же, и в это время как раз шла операция «Скинхэд». По телевизору я даже видел несколько кадров с сдержаниями. Долго смотрели друг в другу глаза, и они развернулись и ушли. Опять же вопрос, они испугались, или они поддерживают эти взгляды, или у них не было старшего... — Камеру заметили просто? — Камеру не заметили, нет? — Тогда подошли точно. Нет, камеру не заметили, мы выглядели как банда «Скинхэда». Что им руководствовало, не было команды, я не знаю, но сам факт такого поведения, он уже чудовищен. Этого быть не должно. Представить себе это в цивилизованном обществе невозможно. Тем более, если идет целенаправленная операция, озвученная, гласная. — Павел, извините... — Извините, можно один факт точить? — Я хочу, пожалуйста. — Да. — Сегодня как раз я слышал сообщение, новость, значит, национальный антитеррористический комитет признал, что одна из главных опасностей в России — это националистические молодежные банки. — Немецкие наши... — У нас с Витой Рам вышел в Live Journal of Spore. Она писала, что фантомансийские, значит, молодежь оплодировала опросом «Россия для русских». У нас в зале сидело несколько друзей и несколько еще кинокритиков, которые мы знаем, и они этого явления не заметили. И, по моему ощущению, публика абсолютно одинаковая. В Москве наши друзья, в Берлине очень разная публика, включая даже русских эмигрантов в Германии, и в Хантомансийске половина фестивальная публика, и половина просто молодежи, которая купила билеты. Я не заметил какой-то существенной разницы между интеллектуалами и киношниками, и обычной публикой. Для меня, например, очевидно, что для того, чтобы решить проблему, в принципе, ксенофобии, нужно в этом говорить. У меня ощущение, что нельзя закрывать на эти глаза, что это будет скороварка такая, закупорная. А что думают по этому поводу эксперты и журналисты? То есть нужно ли говорить? Нужно ли говорить, что нужно говорить, а потому что как и отчет? Пожалуйста, ваше точку. Нет, нет, я вам скажу, это не место для обсуждения этого дела. А где место?